Всем доброго дня! Сегодня я вам покажу свой заказ с сайта Алиэкспресс. Это были брючки на лето. В таком вот пакете они пришли. Сейчас я вам покажу, распакую, как они выглядят, потом покажу, как они на вешалочке в полный рост. Ну и давайте посмотрим, как это все здесь упаковано. Вот такой вот простой пакетик. И, соответственно, ой, здесь что-то еще нам вложил покупатель. Не знаю, что это значит. Ну, это, наверное, контактные адреса, как их можно найти. И, соответственно, кстати, хочу обратить внимание, что здесь есть даже перевод на русском. Это очень важно. Вот, собственно, что вложил покупатель. Какой-то подарочек. Не знаю, что это значит. Может быть, в честь китайского Нового года. Кто-то не очень хорошо фокусируется. Здесь изображена вот такая вот деталька на красной ниточке. Если кто-то знает, что это значит, напишите, пожалуйста. Я, честно говоря, не в курсе. Как-то камера не очень хорошо фокусируется, непонятно. Ну ладно, не суть дела. В общем, вот так вот все это одевается. И вот такой вот браслетик на ручку. Очень приятно, спасибо. Ну и давайте непосредственно приступим к самим брюкам. Брюки размера S. Было написано, что они сделаны из натурального хлопка и льна. Ну, насчет этого, конечно, я сомневаюсь. Прямо, что там 100%. Хотя по виду очень даже хорошо выглядят. Это такой вот пастельный цвет, розовый. Я сейчас постараюсь вам поближе показать все-таки ткань. Это очень важно. Ну и давайте посмотрим. Вот, в принципе, текстура ткани видна. Немножко помялись. Засвечивает сейчас фотоаппарат. Цвет немножко. Ну вот такие вот брючки. Они на резиночке. Я их не мерила, но я приложила и поняла, что они мне идеально подойдут. Оказалось, что эти брюки до щиколотки все-таки. То есть они не до самого низа. Но, в принципе, это тоже верно. Я под них уже купила ботиночки тоже. Давайте посмотрим. Здесь все прошито, прострочено. И очень все качественно сделано. Кстати, что хочу сказать. Немножко ткань тянется. Так что это очень даже хорошо. Возможно, здесь есть какой-то спандекс или эластан. Вот такие вот брючки. Они с заниженной посадкой. Хотя можно и носить, в общем-то, и с завышенной талией. Так, но сейчас я на вешалочке вам все покажу. Давайте посмотрим, наверное, и голубой цвет. Цвета в тренде сезона. Это пастельные тона. Рожевый и голубой. Также я как-нибудь обязательно сниму вам видео. И покажу, как я сочетаю одежду от разных брендов. И, в частности, по различным тканям. То есть, например, вот такой вот хлопок и лен. С чем его можно носить? Можно, конечно же, из такой же ткани надеть рубашку или футболочку, если у вас есть. Если у вас нет, можно подобрать что-то другое. Я вам тоже обязательно покажу. Цвет вот такой. Вот здесь на зеленом фоне он действительно прослеживается. То есть, они не такие слишком выбеленные. Это голубой цвет. Ну, такой же формат, соответственно. Брючек, качество мне очень понравилось. Здесь все прошито хорошо. Резинка широкая, удобная. Поэтому слетать они точно не будут. Ну, и, конечно же, здесь есть кармашки. То есть, я вам в первом не показала. Они здесь есть. И достаточно глубокие. Ну, и давайте посмотрим, как это все выглядит на вешалочке. Оставайтесь со мной. Итак, сейчас мы с вами посмотрим, как выглядят эти брючки на вешалочке. Что хочется сразу сказать. Во-первых, ткань все-таки у этих брюк достаточно плотная. То есть, это не такой вариант, знаете, летней домашней пижамы. То есть, это очень достаточно качественная ткань. Я думаю, что вы сейчас видите перекрестную ткань вот здесь. Вот то, как оно выглядит. Ну, и, собственно, они не доходят до конца стопы. То есть, они до щиколки. Интересно, конечно, посмотреть, как они будут сидеть после стирки. Не уменьшатся ли они в размере. Это очень важно. Ну, и давайте посмотрим, значит, как выглядят они сзади. Вот такая вот резиночка. Здесь достаточно такого вот заниженного фасона брюки. Ну, в общем-то, вот такой вот вариант летний. Летний такой прогулочный вариант. Ну, и, собственно, мне очень понравились брюки. Хотелось, конечно, чтобы они были подлиннее немножко. Ну, в общем-то, это тоже сойдет. Я думаю, что буду носить. И обязательно вам покажу, сниму видео, как будет возможность. Возможно, это будет на праздниках. С чем можно носить такого фасона брюки. Начиная от верха и заканчивая обувью. Всем отличных выходных. Всем пока-пока. Снова всем привет. Сегодня я вам покажу свою посылку с сайта Алиэкспресс. Опять же, это видео будет добавлено к видео о брюках. Это мне пришла футболочка синего цвета. Вот в таком вот пакете. Давайте посмотрим с вами, что же это значит. Кстати говоря, хотела рассказать о данном браслете, который мне прислали в посылке с брюками. Я уточняла. Я сразу скажу, я не знаю китайский язык. Я не знаю, что здесь написано, что здесь нарисовано. Поэтому я спросила у прямого носителя языка. Ну, так случилось, что жизнь меня познакомила с таким замечательным человеком. Он сказал мне, что это означает safety. То есть это безопасность, это спасение. Ну, понятное дело, что вот такой вот вариант талисмана. Я теперь его всегда ношу на руке и моюсь с ним в душе. И пока не готова его снимать. Ну, так вот. Возвращаемся к нашей посылочке. Что здесь нам вложил поставщик? Покупатель это я, да. Так, давайте посмотрим. У меня ключ его в пакете. Потому что часто бывает, что поставщики могут класть какие-то татуировки, какие-то вот презенты, вот что-то в таком стиле. Поэтому я теперь стала тщательнее все смотреть. Ну, давайте посмотрим. Футболочка пришла вот в таком вот пульсающем пакете. Очень нравится, что здесь есть бирочка Лаки Коко. Ну, давайте посмотрим. Футболочки стоили достаточно недиджетно. То есть это по средней стоимости. Где-то может быть даже завышено. Но, если мы говорим о качестве ткани, то здесь нам, как бы, да, не приходится выбирать. Ткань сама по себе, вы можете видеть, она вот с такими вот белыми вкраплениями. Очень мягкая по ощущению. Очень мягкая, приятная. Она идет с кармашком, как вы можете видеть. И достаточно длинная. Это очень хорошо, так как будет возможность, ну, либо носить ее поверх низа, да, либо заправлять, там, например, в шорты, в брюки, в джинсы. И очень удобно все это комбинировать. Так, ну, давайте, наверное, посмотрим, собственно, размер. Размер здесь не указан. Но размер был самый маленький, по-моему. Пытаясь найти бирку вот здесь, да, но вы видите, что здесь нет ничего. Они почему-то ее не прикрепили. Ну, сделано пошито в Китае, понятное дело. Хотя очень многие поставщики, производители эту бирочку с инструкциями по стирке и с указанием ткани обязательно ее вкладывают. Но здесь нет. Ну, это не имеет значения. Футболочка мне нравится. Сегодня я ее уже одену. Вот. Очень мне нравится цвет. Конечно, сейчас камера за счет света слишком ее так выбеливает. Она, конечно, где-то, вот если вы видите, вот здесь очень правильный цвет передает именно этой ткани. Вот. Ну что ж, вот такая вот была футболочка заказана с сайта Алиэкспресс. Я ожидаю еще очень много покупок с этого сайта. Очень нужны, в том числе дождевики, как я уже говорила, для обуви. Оставайтесь со мной. Как-нибудь сделаю вам видео. Скорее всего, это будет на природе. Вот. Либо, может быть, это будет на вешалочке. Я вам покажу, как можно будет комбинировать одежду. Оставайтесь со мной. Всем пока-пока.